Здравствуйте, меня зовут Алекс Хейк и я учусь на последнем курсе в университете Дарма в Великобритании. Мне бы очень хотелось лично присутствовать на презентации, но, к сожалению, ваша конференция проходит прямо в середине моих выпускных экзаменов в университете. Я изучаю современные языки и культуры, это четырехлетняя программа, и на третьем курсе во время так называемого года за границей я должен был провести не менее пяти месяцев в стране, где говорят на каждом из моих языков. Для русского языка я получил место в первой гимназии в городе Костромье. Еще одним требованием моего курса является то, что я должен был подготовить письменный проект об одном из аспектов жизни в стране, в которой я жил. Благодаря гостеприемству и доброте моих русских хозяев я провел время на многих дачах, и мое увеличение дачи в русской жизни привело к созданию письменного проекта, на основе которого была разработана эта презентация. Дача – одна из особенностей России, а делом многих россиян она является частью обычной жизни, предметом дебатов и даже темой литературных произведений и телепередач. На Западе такого понятия просто не существует, и это означает, что дача – это очень полезный способ анализа самого русского образа жизни, и изучение истории дачи и, самое главное, современных отношений между русскими и их дачами может дать новый взгляд на культуру и общество России. Можно сказать, что история дачи отражает историю самой России. Концепция дачи как подарка царя представителям высшего класса появилась в начале 18 века. Таким образом, называние дачи произошло от глагола «дават». Земля, о которой идет речь, находилась между Санкт-Петербургом и Петерховским дворцом, на маршруте, который был бесплоден и скучен для царской семьи. Надеялись, что передача земли богатым владельцам приведет к развитию и улучшению положения в этом районе. До революции дача оставалась объектом богатства. В основном, хотя и не исключительно, располагались вблизи центров власти в России – Санкт-Петербург и Москва. Дача стала объектом, который показывал статус. Революция вызвала серьезные изменения в собственности на дачу. В первую очередь, в том, что дача была национализирована советской властью. В многом, ее использование оставалось похожим на царские времена. Дачи изначально использовались только членами партии и стахановцами. Во время войны советское правительство осознало необходимость выделения отдаленных семейных участков для выращивания продовольствия как вариант сокращения дефицита продовольствия, вызванного войной. Советские граждане привыкли использовать семью для выращивания собственной пищи, и это часто делалось в рабочих группах, на заводах и т.д. Поэтому дача была естественным продолжением этой тенденции и после войны. Примечательно, что в Брежневскую эпоху, когда экономика находилась в стагнации, а продуктов в магазинах становилось все меньше и меньше, дача впервые стала важным средством выживания для советских граждан. Свежие фрукты и овощи выращивали, чтобы дополнить то, что можно было купить в магазинах. Поэтому еще до тяжелых времен 90-х годов граждане СССР привыкли к роли дачи не только как место отдыха и роскоши, но и фактически для выращивания пищи и выживания. После распада СССР Россия, как и другие страны бывшего Советского Союза, испытала ужасные экономические трудности во время радикального перехода к рыночной экономике. Возник парадокс. С одной стороны, страна открылась для новых продуктов с запада, и это можно рассматривать как эпоху экспериментов и разнообразия русской кухни. С другой стороны, и что более важно, в магазинах наблюдался дефицит основных продуктов питания, цены выросли и возник дефицит. Многие россияне столкнулись с реальными трудностями в выживании. Из-за этого многие критики конца 90-х годов утверждают, что русские снова обратились к своим дачам за спасением. Здесь развивается решительная дыхатомия. Хотя мало кто сомневается в том, что в эту эпоху дача сыграла свою роль в снабжении продовольствием, многие настаивают на том, что ее роль как источника пищи, штуическое и даже героическое преувеличение, и что это явление как почти романтическое видение русского народа, возращивающегося на землю в трудные времена. Действительно, многие стремятся развеять эту идею, утверждая, что дача была обогащением не столько для тела с точки зрения питания, сколько для души. И эта дыхатомия, питание тела в сравнении с питанием души, должна быть ключевой основой любого осуждения значения дачи в современном российском обществе. Некоторые эксперты полагают, что крестьянская экономика, которая росла в 90-е годы, была реальным конкурентом главной экономики России. Термин «дачное земледелие» относится к виду сельского хозяйства, который, как многие утверждают, стал популярным примерно в это время. Предполагается, что несмотря на огромные экономические проблемы и нехватку продовольствия в стране, россияне дополнили рацион собственной пищи. Coldwell отмечает, что, по сути, недостаток продуктов питания в магазинах побудил россиян самостоятельно начать массовые производства приметов первой необходимости, например, фруктов и овощей, тем самым фактически обойдя традиционную экономическую модель производства и продажи и став практически самодостаточным стилем. Это позитивно воспринимают как героическую битву против сил советской системы и еще и еще новой системы капитализма. Там, где силы потерпели неудачу, русские прибегли к самообслуживанию и, безусловно, были способны на это. Таким образом, опора на дачу в эту эпоху рассматриваются не отрицательно, а с гордостью, с чувством гордости за русский дух выживания и уверенности в себе. Однако, в отличие от гордостью истории о том, что русские стоически возвращаются над землю в поисках физического спасения, многие современные ученые утверждают, что дача, по крайней мере после падения коммунизма, была феноменом среднего класса, то есть предметом роскоши, а не необходимостью. Зависка, например, рассказывает, что современная российская дача на самом деле является финансовым бременем для российских семей. Вместо того, чтобы дать возможность вырваться из рыночной экономики, она фактически ухуждает финансовое положение владельца. Таким образом, многие говорят, что на самом деле неправильно рассматривать дачу с точки зрения ее физической, пищевой ценности, а вместо этого надо рассматривать духовные блага, получаемые от этого места, в которые русские выкладывают много времени и денег. Как такой взгляд на дачу меняет наше представление о ее значимости? С одной стороны, это, безусловно, менее героично, чем идея буквального физического выживания в стране. С другой стороны, уместно сказать, особенно в эти дни, что потребность в духовном спасении возросла. Российское общество сегодня становится все более западным, и в результате общество становится гораздо более ориентированным на потребителя, чем в советские времена. В некотором смысле это означает улучшение. Например, основные продукты питания легко доступны в магазинах на каждой улице. Но это также означает, что люди проводят больше времени на работе вдали от своих семей, больше времени занятой техникой, чем в семье. Это отход от традиционного образа жизни, которым садоводы могут наслаждаться. Поэтому дача стала важнейшим средством духовного спасения в современном мире, средством избавления от давления труда, местом воссоединения с семьей и друзьями, истинным воссоединением с прошлыми поколениями в плане реального труда, то есть работы на семье. Таким образом, хоть и роль в даче в жизни, возможно, изменилась, ее значение все еще велико. Важно отметить, что большинство людей, которые утверждают, что дача духовно важна в наше время, в то же время признают ее значимость для садоводства, садоводства, считается, что это способ воссоединения с семьей, самой России, и является здоровой альтернативой городу. Говоря об этом, сегодня можно увидеть все больше и больше дач, которые полностью отвергают принцип производства продуктов питания, дач, которые вместе этого гораздо больше похожи на роскошные вилле, чем на типичные русские дачи. Митчелл отмечает, что этот новый тип роскошного летнего домика является скорой показателем статуса и данью моде. В настоящее время почти так же вероятно, что в роскошном коттедже будет джакузи, а не только ванна. Возникает вопрос, разрушает ли это движение к роскоши истинный смысл и значение дачи для русской психики? Какой вывод можно сделать русской дачи? История дачи, конечно, тесно связана с самой русской историей, особенно с роскошью царской эпохи, а затем с нехваткой пищи советской эпохи, когда дача стала необходимой для выживания, а также способна избежать нетогородской жизни. В последнее время все меньше и меньше людей полагаются на дачу как на источник пищи, а выращивание фруктов и овощей становится источником отдыха и даже ностальги, в то время как все больше и больше можно увидеть роскошные вилли. Можно ли сказать, что истинный смысл дачи таким образом размился или потерпался? Ну, конечно, нет. Дача играла важную роль в российском обществе и, учитывая ее нынешнюю популярность, будет играть ее и в дальнейшем. Хотя ее можно рассматривать как источник пищи, даже как средство выживания, теперь оно является источником духовного обогащения. Это не менее важно. Потребности России изменились. Там, где когда-то российское общество страдало от нехватки правоводства, сейчас оно страдает от масштабной модернизации западного мира, а дача – источник духовного спасения, в некотором смысле это защита истинного русского духа во времена растущего и иностранного влияния. Большое спасибо за ваше внимание. Продолжение следует...